Всем привет! С вами Денис и Kiwi Education. Новая Зеландия часто ассоциируется с красивой природой, бушующим океаном, прекрасными видами из фильма «Властелин колец» и другими видами эстетического визуального наслаждения. Но есть здесь одно местечко, в котором вы сможете совместить любование красивой природой, а также займетесь экстремальными видами спорта или окунётесь в маорийскую культуру. Добро пожаловать в Ротаруа! Ротаруа – это небольшой город, расположенный в регионе Беев Пленти, находящийся в сердце северного острова Новой Зеландии, по соседству с городами Хэмилтон, Таупа и Тауранга. Город расположен на так называемой территории кратер Ротаруа, который представляет собой гигантский кратер вулкана, последний раз извергавшийся около 25 тысяч лет назад. Сегодня в его жерле располагается одноименное озеро Ротаруа и ничего вокруг не напоминает о стихии, за исключением многочисленных гейзеров и горячих источников. Первые упоминания заселения этих мест людьми приходится на 14 век нашей эры. В начале 19 века здесь происходили множественные столкновения между племенами Маори, а уже в 1828 году сюда прибыли первые европейские торговцы и миссионеры, основавшие поселение, которое впоследствии стало городом Ротаруа. В течение 19-21 века город рос и развивался, и сегодня это один из центров притяжения внимания в Новой Зеландии. Население города составляет около 58 тысяч человек, из которых более 60% выходцев из Европы, около 30% местное население Маори и по несколько процентов жителей родом из Азии, остров, океаний и других стран. К слову сказать, высокая концентрация местного населения Маори обусловлена особым священным отношением этого народа к вулканическому региону. Именно поэтому Ротаруа считается центром маорийской культуры. Экономика Ротаруа состоит из нескольких основных частей. Одна из них базируется на природных ресурсах. Данный регион отличается хорошим климатом и, как следствие, здесь развита сельскохозяйственная деятельность. Кроме того, в этом регионе расположен крупнейший лесозготовительный и перерабатывающий хаб, производящий до половины продукции от общего объема по всей стране. Другой существенной статьей доходов является туризм, с его ежегодным оборотом более 800 миллионов долларов. Зарплаты в регионе можно назвать привлекательными на фоне других, сопоставимых по размерам городов. Ведь средний доход здесь держится на уровне 69 тысяч новозеландских долларов в год. При этом средняя стоимость дома 455 тысяч и, надо сказать, что цены на недвижимость в этом регионе уверенно растут, что довольно привлекательно с точки зрения инвестиций. Отдельного внимания заслуживает запах сероводорода, который напоминает тухлые яйца. Он исходит из местных источников и гейзеров, которые расположены здесь повсеместно. Кстати, тухлые яйца по-английски будут rotten eggs. Именно поэтому ротаро часто называют rotten roar, то есть сернистый, вонючий город. Тем не менее, когда сюда приезжаешь, запах ощущается очень остро. Но спустя какое-то время организм адаптируется и к этому реально привыкаешь. Ротаро расположен в относительной дали от открытого океана и огорожен возвышенностями. Такие условия создают уникальный микроклимат. Здесь менее ветреная погода со средней температурой плюс 23 летом и плюс 12 зимой. Но бывают и исключения в виде снега, который здесь был дважды с 1970 года. Транспортная система города состоит из сети дорог с доступом городу через несколько автострад, развитой системы внутригородского автобусного сообщения и аэропорта с ежедневными экспресс-рейсами до Окленда и многих других городов Новой Зеландии. До 2001 года здесь также было железнодорожное сообщение, но благодаря развитию дорожной сети поезда утратили свою популярность, как и во многих других городах Новой Зеландии. Нужно добавить, что все местные автобусы оборудованы креплениями для велосипедов, которые стали еще одним видом полноценного транспорта, благодаря развитой инфраструктуре и выделенным полосам по всему городу. Индустрия развлечений в городе невероятно разнообразна. Здесь можно наблюдать бесчисленное количество горящих источников и гейзеров, на основе которых созданы спа-центры с лечебно-профилактической направленностью. Некоторые спа расположены прямо на придомовой территории, которые любезно сдаются в аренду туристам. Таким образом можно воспользоваться целебной силой источников прямо из дома. В Ротаруо расположен самый популярный центр Зорбингон, который отмечен во всех путеводителях как Маздуин Ротаруо. Также особой популярностью пользуется канатная дорога Скайлайн, которая ведет на трассу для скоростного спуска на миниатюрных санках с колесиками в луч. Всемирную популярность Ротаруо завоевал среди маунтинбайкеров. Местный Redwood Forest находится в топ-8 гоночных трасс по версии Red Bull Magazine. В 2006 году здесь прошли международные соревнования по маунтинбайкингу, а в 2015 прошел сбор профессионалов маунтинбайкинга Crankworks. Примерно в 15 минутах езды от Ротаруо находится река Кайтуна, в которой присвоен пятый класс сложности по каякингу и рафтингу, что привлекает профессионалов со всего мира. Также множество развлечений сконцентрировано на озере Ротаруо, на берегу которого расположен город. В 2007 году здесь проходил чемпионат мира по водным лыжам, а в 2009 чемпионат мира по парусному спорту среди инвалидов по зрению. Кроме Ротаруо есть и другие озера поменьше, которые также предлагают приятный отдых на берегу, купание и каяки. Полный список развлечений Ротаруо, пожалуй, не имеет конца, ведь помимо экстрима и геотермальных источников, здесь есть масса развлечений для семей, например, таких как прогулки на лошадях, трекинг или посещение исторических достопримечательностей. Для любителей техники есть оффроуд, джипы, прогулки на квадроциклах. Такое разнообразие позволяет называть Ротаруо Центром развлечений Новой Зеландии. В Ротаруо расположен крупный учебный центр Новой Зеландии Тоэ Ахама Институтов Технологи. Вуз готовит специалистов по 34 направлениям и имеет отличную статистику трудоустройства среди выпускников. В том числе здесь можно получить образование по таким нужным стране и необычным специальностям, как менеджмент в сфере лесозаготовки или предотвращение распространения вирусов и бактерий. А во втором кампусе вузов Тауранги можно отучиться, к примеру, на практически подкованного исследовательном море и океанах. Тоэ Ахама Институт Технологи располагает современными, хорошо оборудованными учебными корпусами, включающими в себя практические классы по большинству специальностей, а на прилегающей территории располагаются жилые корпуса для студентов. Подробную информацию о программах и скидках вы можете уточнить в Киви Эдукейшн. В конце хочется сказать, что на сегодняшний день Ротару является одним из самых привлекательных городов, благодаря развитой инфраструктуре и экономике региона. Конечно, специфическая вулканическая местность и культурное наследие подойдут далеко не всем, но главное, чтобы у человека был выбор. И, возможно, побывав здесь, вы уже не сможете себе представить жизнь без этого места. Не забывайте смотреть и другие обзоры городов Новой Зеландии, которые мы выпускаем на нашем канале. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!